Завтра постарайся, пожалуйста, чтобы твоего друга телефон был, потому что очень большой человек хочет с ним поговорить. Ну это ж ты же понимаешь, что зависит от него, захочет он давать не захочет. А куда он с подводным водки денется? Если что, симку новую купит, просто будем зарегистрировать или что? Он тоже все прекрасно понимает, мы с тобой общались на эту тему не раз. Ну хорошо, я ему скажу, что потом дать тебе знать. Да, и он прекрасно понимает, что это в его интересах. Я понял. Ну, смотри, я тебе скажу одну вещь. Человек, который будет ему звонить, он скажет, что он звонит от Николая Николаевича. Это очень большой и очень серьезный человек. Это не тот, Женя, который с тобой общался. Женя, это бежка по сравнению с тем человеком, который будет тебе звонить. Я понял. Ну, не тебе, а твоему другу. Я понял. Общение с ним было, с этим человеком. Он готов разговаривать. Но, соответственно, нам нужно понимание и его лояльное отношение к России. Но то, что у него лояльное отношение к России, он поддерживает Россию, это я и так понимаю. Сергей, давай я с ним поговорю и тебе там знать, хорошо? Ну, я ничего тебе не говорю. Алло, рассказывай, что там интересного. Ага. Значит, смотри, сегодня-завтра я тебе скину последние цифры телефона, который будет звонить другу. Так. Ну, чтобы он знал, что это звонит тот человек, у которого он ждет. А звонить будет Николай Николаевич. Это мой коллега. А это звонить будет ему большой человек. Ну, я понял. А что за человек? Ну, потому что, ну, это генерал. Генерал чего? Три буковки, первая Г. Я понял. Значит, смотри, человек, который надо мной стоит, генерал, да, он сейчас на линии соприкосновения на два дня. Вот, но он мне сказал, какие вопросы ему, ну, вы говорите, что ему сказать и какие вопросы задать, чтобы он это все обдумал до разговора с ним. В общем, человек хочет знать, что конкретно он хочет после того, как Очаков станет нашим, он сейчас мэром. Хочет ли он дальше быть мэром или, может, хочет что-то другое. То есть, какие у него есть пожелания на момент нашего прихода, то есть, когда мы уже будем там. Добрый день. Да, добрый день. Меня зовут Сергей. Да, я услышал, да. Смотрите, Николай Николаевич, в отъезде на несколько... Я попросил вам передать такую информацию. Да, я... Подумайте, чтобы могли ответить на его вопросы. Первое, это то, что вы хотите видеть от нас. Да. То есть, когда мы перейдем, кем вы хотите быть, чем заниматься. Ну, это первое. Так. И второе, и чем вы можете нам помогать. А вы представляете именно его, того, который мне перезвонил? Да, точно. Я сотрудник той же службы, которой Николай Николаевич. Звонил у меня капитан первого ранга. Понятно. Ну, он мне кратко сказал, кто будет там генерал такой-то, такой-то, такой-то службы там. Да. Я могу передать просьбу через вас, или вы можете ее решить. Меня вот это интересует. Ну, смотря какая просьба. Понятно. Ну, хорошо. Тогда я передам, а вы там дальше уже думайте. И скажите мне ваш ответ уже при следующем нашем разговоре. Можно ли прекратить обстрелы моего города, потому что его скоро не останется. В течение месяца его просто сравнивают с землей. Я озвучил вашу просьбу сегодня. Алло. Алло. Что еще расскажешь интересное? Сейчас будет, значит, смотри, где-то к концу месяца будет жестко. Я тебя заранее предупрежу, чтобы ты выехал с города. Ну, хотелось бы даже. Вот. У меня возможность тебя предупредить будет максимум за двое суток. Максимум. В той сутки. То есть, когда наши туда будут проходить, наши зайдут, ты знаешь, что сказать и как со мной на связь выйти. А дальше уже будем разбираться мы. Вот. А дальше уже им поступит звонок. Ну, они... Можешь даже просто отдать мой номер телефона, они позвонят. А дальше им уже позвонит высокий человек и скажет, чтобы они не лезли, куда им не надо. Хорошо, я тебя услышал.